Основным инструментом игровой безнасадочной ловли является кивок. От правильного сочетания его теста, то есть диапазона рабочих весов мормышек и настройки самого кивка, зависит не только плавность и амплитудность игры, но и разнообразие проводок, которые позволят вам выполнить снасть. Рассмотрим настройку кивка ласточкино крыло универсальной длины 175 мм, то есть пригодны и для работы чертиком, и для ловли другими видами безмотыльных мормышек. Тест его указан как 0,4-0,7 грамма, но даже в магазине не всегда есть под рукой точные электронные весы, ну а тем более на водоеме. Как в таком случае подобрать пару кивок-мормышка? Итак, если вы уже подписались на канал, тогда продолжим. Рабочая длина нашего кивка от коннектора до петельки составляет примерно 160 мм. Попробуем огрузить прямой кивок по верху оптимального диапазона весов. Получается вот такая картина. Как видим, высота прогиба кивка составила порядка 65 мм. В педантичности для запомним соотношение прогиба к длине рабочей части кивка 0,41. Теперь огрузим прямой кивок чертиком весом полграмма. Именно этот диапазон весов 0,7-0,5 требует настройки кивка в обязательном порядке. Как видим, теперь, ну если быть точным, получился прогиб 56 мм. Сам изгиб кивка кто-то запомнит визуально. А для тех, кто любит точность, снова посчитаем отношение прогиба к длине рабочей части 0,35. Для чего мы это делаем? Дело в том, что округленно эту вилку соотношения прогиба к длине рабочей части 0,4-0,35 можно использовать для подбора правильной огрузки всех кивков ласточки на крыло длиной от 150 до 300 мм. А что будет при превышении рекомендованной огрузки? Игра кивка лишится одной из главных составляющих правильной проводки чертика – плавного отыгрыша. Это случится даже при настройке, визуально похожей на правильную, так как превышение нагрузки приведет к выключению из процесса колебаний тонкой части кивка. Можно ли ловить напрямой кивок без настройки? Можно, но весами по нижней границе указанного теста. Напомню, данная модель LK имеет тест 0,7-0,4. Так вот, 0,4 плюс-минус 0,05 грамма как раз и будет той огрузкой, которая позволяет ловить прямым кивком. Вот как при этом выглядит изгиб кивка. Ловить можно, и даже вполне успешно. Хотя недогруз и приведет к уменьшению амплитуды колебаний кончика кивка на игре. А это один из главных плюсов длинных кивков – стабильная амплитуда, которую легко поддерживать оптимальными движениями кисти или предплечья. Ну а стабильная игра по всей высоте проводки, как известно, и является залогом успешной ловли. Итак, как подбирать пару кивок-мормышка мы показали. Теперь покажем, как правильно настроить кивок ласточки на крыло. Настройка – это придание кивку изгиба с тем, чтобы под нагрузкой он отклонялся от прямой незначительно. Изгиб обязательно должен быть равномерным и параболическим. Достигается он выкатыванием кивка между пальцами по всей длине настройки – от комли к кончику. Таким образом, именно выкатыванием проще всего получить не просто гладкую кривую, а такую, которая и под нагрузкой будет сохранять гладкий параболический строй. Вот так выглядит правильная настройка кивка. Под нагрузкой, как мы видим, кивок изогнут параболой, без выпуклости или вогнутости по всему бланку. Если вернуться к численным выражениям, то ЛК длиной 175 мм мы рекомендуем выгибать на 40-50 мм. Это оптимально как по игре тестовой нагрузкой, так и тем, что чем больше изгиб, тем сложнее его кивку придать, сохраняя при этом правильную геометрию. А при той настройке, что показано в этом ролике, под нагрузкой 0,7 грамм прогиб выглядит следующим образом. Под нагрузкой 0,5 грамм – вот так. И в первом и во втором случае в игре будет равномерно участвовать весь бланк кивка. Наверняка многим покажется, что такой прогиб под нагрузкой, особенно для ловли чертиком, чрезмерен. Но! Мы ведь при ловле не держим удочку горизонтально. Обычно основная часть проводки выполняется с углом наклона удильника в 30-45 градусов. Вот как будет выглядеть наша настройка при таком наклоне. С максимально рекомендованной огрузкой. Совсем другое дело, верно? Изгиб кивка очень небольшой. Может даже показаться, что бланк остается почти прямым. Но для игры и такой важной составляющей, как плавный отыгрыш, мы видим, такая настройка идеальна. Конечно, при сопротивлении воды и глубине 4, 5 и более метров, колебания выглядят совсем иначе. Вот так примерно, при схожей с Настей такой же настройки. А теперь о том, почему кивок надо настраивать именно под нагрузкой. И какая настройка далека от оптимальной, потому как не даст всему бланку участвовать в игре. На разгруженном кивке, визуально, разница может быть практически незаметна. Вот это правильно, а вот неправильно. Еще раз. Правильно. Неправильно. А теперь смотрим, почему. Видите, на кивке образовалась выпуклость или горбик. Получилось это вследствие перегиба, который без нагрузки геометрически выглядел вполне гладким изгибом. Но теперь этот перегиб в значительной степени выключит из игры часть бланка кивка. Это не смертельно, клевать так тоже будет. Но мы же хотим раскрыть игровой потенциал ЛК по максимуму, верно? Поэтому настраиваем кивок под нагрузкой, каждый раз проверяя полученную геометрию. Понравилось видео? Не забывайте ставить лайки. И если интересно узнать о нюансах настройки кивков ласточки на крыло из лавсана, а также коротких ЛК менее 130 мм, пишите об этом в комментариях. Не забывай подписываться на канал, где в этом сезоне вас ждет еще много интересного. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...